Итак, ребят, привет! Сегодня Йоланда будет снимать вместо меня, по крайней мере, начнет это видео. Да, я не накрашена, я занимаюсь другими домашними делами. Я буду сегодня вместо мамы разбирать косметику и украшения. Давайте начинать! Мы все выложила. Там у нас, кстати, еще есть косметика мамина. Там, 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 везде, короче. Я только, кстати, была в нашем старом доме. В нашем старом доме. Давайте сейчас посмотрим, что здесь у мамы есть. Йоландачка, молодец, вытащила все из корзины, поставила... Рассказала? Да, что-то там рассказывала, но это в быстрой съемке вы посмотрели. Вот здесь одна коробка, она, оказывается, Йоланда не знала, она тоже с косметикой. Я просто как ее упаковала, как попала. Да, я не знала что-то. Я думала, там обувь. Да, надо... Думала обувь. Надо скотч. Так, Йоланда сейчас вытащит. Вот я ей дала полотенце. Сколько всего. Вот это вот весь бардак, Йоланда. Этот весь бардак вытаскивай на полотенце, чтобы мне не испачкать ковер. Высыпать? Ну, нет, не высыпать, она разобьется. Потихонечку ее выгружай. А я вам пока... Йолан, не раскрывай только, пожалуйста. Оно, возможно, что-то разбилось даже вот так при перевозке. Сейчас сигарка. Далее. Кое-что у меня здесь. Вот то, что я повседневным чем пользуюсь. Ну, это то, что повседневное мое. Здесь в столе у меня, как вы видите, еще пусто. Какие-то пробники валяются. Кое-что из парфюма у меня стоит здесь. Я поставила на поднос. И надо остальное тоже сюда доставить. Йоланда, там вот этот парфюм я вот видела. Так, раз, два. Парфюмчики тоже надо перетереть, потому что они пыльные какие-то летние, которые стояли, например, вот этот, да, долго стояли непользованные. Надо перетереть тоже. А еще что-то есть? Еще какой-то парфюм у меня есть, Йоланда? Не знаю. Может, в этой коробке. Вот здесь вот. Остальное, наверное, я уже прикончила. А может быть, где-то еще и валяется. Может, на коробке. Это не парфюм, кстати? Нет, это не парфюм. Давай, вытаскивай все, и я потом посмотрю, что нужно будет выкинуть. Окей? И что мне дать, и то тебе оставить. Да, Йоланда, у меня тут выпрашивает что-то. Остань мне. Может, еще косметикой красится, маме. Да, я вот, кстати, избавлялась, избавлялась, но здесь надо еще будет избавляться. Я однажды с маминой косметикой крашиваюсь, но у меня не очень так получилось макиян. Какая прелесть, когда кто-то что-то делает за тебя. Правда, девочки? Да. А вот это, всякая канцелярия, надо тоже посмотреть, куда я ее поставлю. Итак, девочки, я продолжу сейчас. Как я вам показала, у меня здесь вот ежедневная косметика, но я организацию, наверное, потом вам покажу, как я все это устрою, потому что, ну, это отдельная тема для видео. Парфюм у меня останется, скорее всего, на этом блюде, может быть, я его потом заменю, но пока здесь. И здесь пусто, да, пусто. Раскладывать буду потом, как я вам сказала. Так, свет включаем. Йоланда тут танцульком. Помогла, смотрите, она мне разложила в итоге... Помады? Да, это отсюда убрать. Разложила, Йоланда мне в итоге помады отсортировала, отдельно убрала. То есть, да, сейчас буду разбирать. Йоланда здесь наточила, у меня уже карандаши. Смотри, намажешься сейчас. Дальше, палетки сейчас тоже пересмотрим. Вот эти вот всякие аксессуары тоже надо будет пересмотреть, посмотреть, что убрать, что выкинуть. Я тоже посмотрела. Фонарик тоже на балкон уйдет, потому что он уже, ну, старая модель, да, скажем. И вот это тоже у меня на балкон уйдет. Скажем, там, там, да. Да. И кисточки. Кисточки тоже у меня вот эти грязные. Они у меня так, я их просто сложила все в один стаканчик. Какие-то пробники еще я вижу здесь. Кисточки эти мыть, они уже стоят в туалет. Я ими не пользуюсь, пользуюсь другими. Ну, вот эти просто грязные, поэтому стоят. И вот здесь у меня в косметичке тоже вроде как чистые кисти. И грязные может быть? Нет, у меня здесь, по-моему, чистые. Да, в этой косметичке я вот переезжала. Я их просто сложила сюда, чтобы они не испачкались, не запылились в процессе переезда. Поэтому пока их здесь оставлю. И потом тоже надо докупать опять эти коробки, корзинки. И буду все раскладывать по местам. Ну, а сейчас буду отсортировать, что вы на выброс, что остается. Итак, я хочу сначала пересмотреть палетки свои и убрать то, что мне не нужно. Но сложу сейчас пока в коробку, потому что в столе тоже надо будет чуть-чуть протереть сейчас. А Томфордовская палетка у меня, ну, наполовину закончилась и немного она у меня разбилась. Но я ее оставлю, потому что пользуюсь. Урбан Дикей палетка тоже остается. Я, в принципе, давала и выкидывала палетки разные. Поэтому у меня это все в ходу. То, что здесь есть. Но я посмотрю еще раз. Корректирующие тоже практически закончились. Вот эти темные цвета. Но еще как бы есть. Диор. Я все палетки открывала и показывала. Давай. Диоровская с румянами и с хайлайтерами. Оставляю. Вот это одна китайская палетка. Но вы знаете, зачем я ее держу? Я не снимала, да. Я не снимала обзорный. Но я ее держу, потому что здесь такие ядерные цвета есть. И вдруг когда-нибудь на какой-нибудь Хэллоуин или на что-нибудь еще такое, я какое-нибудь видео вдруг надумаю снять. Поэтому я ее, собственно, для этих целей и держу. Как бы так я ее, конечно, не пользуюсь. Слик палетка, как сказать, корректирующая, но кремовая. Я ею не пользуюсь. Она мне не нравится вообще. Она какая-то жирноватая. Поэтому она от меня уйдет. Далее. Мои любимые тени от Too Faced. Матовые. Вот такая классная палетка. Обожаю их. Поэтому, да, конечно, со мной. Бронзер. Корректор от Tom Ford тоже со мной остается. А палетка от Makeup Revolution тоже остается со мной. Надо будет протереть ее потом как-нибудь внутри. От Makeup Revolution палетка с румянами тоже со мной остается. Urban Decay. Вот это вот тоже остается, конечно же. Too Faced. Мои любимые уже практически закончились. Но там еще есть какие-то цвета. Smashbox. Такая походная палетка. Тоже базовые цвета остается. Urban Decay. Naked. 3. Тоже остается со мной. И Too Faced. Еще одна. Тоже. Ну, кое-какие цвета тоже закончились. Но со мной остается. То есть из всех палеток. Причем то, что я убирала, да, уже, уходит от меня вот этот слик с кремовой коррекцией. Так что она пошла на вынос. Туши. Вот эти две туши я оставляю ланком. Ну, она практически у меня высохла. Но я использую, если честно, только кисточку, когда хочу разделить ресницы от вот этой туши, от Sephora. Так что эти у меня остаются. Вот эти две цветные туши Sephora яркие такие цвета. То есть, как вы видите, я их тоже убираю. Я ими не пользуюсь. И пользоваться вряд ли буду. Так, дальше. Это у меня для бровей. CCBrow. Это у меня остается. Вот то, что я сейчас вижу. И вот у меня это для бровей мои продукты со мной. Кисточка Kabuki. Вот такая классная. Тоже остается. От Dior пудра бронзовая. Такая летний вариант. Она остается. У меня ее иоланда, по-моему, даже уже разбила немного. Кремовые тени от Maybelline Tattoo. Color Tattoo остаются. Я их использую как базу. Но не всегда, кстати. Давно ими не пользовалась. Но все равно пускай будут. Inglot пигмент остается. От Anastasia тоже для бровей остается. Bobby Brown тоже подводка остается. Зажигалка не здесь. Вот эти капельки от The Body Shop. Капли для разбавления макияжа. То есть светлее, темнее, белое у меня закончилось. Кстати, я ее и пользовалась. Но она закончилась. И тоже выкидываю. Там, может быть, капелька две осталось. А темные, пускай, да, будут. Потому что они еще есть. Стик, корректирующий стик от Maybelline. Тоже я им не пользуюсь. Он мне немного жирноват. Поэтому тоже убираю. Хайлайтер от Benefit остается. База от Smashbox. Чуть-чуть ее там осталось. Но тоже оставлю, чтобы добить ее. Гель для бровей. Фиксатор от MAC остается тоже. Вот этот для бровей гель у меня закончился. От CC Brow. Тоже выкидываю летний. Ну, это летний для лица. Ладно, пускай будет. Хайлайтер тоже остается. Потому что иногда пользуюсь. Капли от Inglot. Чуточка их еще есть. Но я их оставлю. И надо будет новую купить. Метеориты от Guerlain остаются. Пудра. Остатки тоже будут. Какие-то кремчики маленькие. Вот этот белый тоже, я не знаю. Это в Греции марка Radiant. Как знаете, как корректор, что ли. Ну, в общем, для каких-то макияжей таких. Для Хэллоуина, опять же, у меня лежит. Поэтому, да, на такой вот случай. Хайлайтер от Makeup Revolution. Очень классный. Бюджетный, но суперский. Поэтому остается. И две тональные основы от Dior. Я, по-моему, да, я убрала все, чем не пользовалась. Уже я разбирала, но как бы так, без видео, да, не показывала. Но вот этими двумя я сейчас пользуюсь. Поэтому они тоже со мной. Далее. Далее здесь у меня кое-какие тени. Помада вот такая. Это Golden Rose остается. Вот эти тени в карандаш остаются. Кисточкой этой я не пользуюсь. Но у меня вроде бы ее мама хотела забрать. Поэтому маме отдам. Еще одни кико-тени остаются. Подводка эта тоже от Merem. Косметик как-то так. От Actrice одной. Я такой тоже не пользуюсь. И поэтому тоже отдам ее маме. И помада-карандаш от Golden Rose тоже останется со мной. Далее бальзамчики здесь. Какие-то там Йоландины, какие-то мои. Она у меня постоянно вытаскивает бальзамы. Поэтому, да, их надо в одно место куда-то убрать. Потому что они теряются всегда. Здесь опять же какой-то кремчик маленький. Тестеры тоже я их оставляю. Но я их убираю всегда в ванну, в отдельное место, в отдельную косметичку. И когда я еду куда-то в поездку, я всегда беру с собой тестеры. Точилки. Боже мой, у меня три точилки. Наконец-то у меня есть точилки. Они, конечно, со мной остаются. Какие-то трафареты для бровей. Я ими иногда пользуюсь, поэтому тоже оставляю. Вот такие органайзеры. Я вообще в них хранила помады на столе. Но я сейчас хочу убрать их, помыть и убрать. И, возможно, я буду... Ну, я не знаю, как я сделаю это. Я не хочу просто, чтобы на столе ничего стояло. Но я их помою. Пока оставлю, посмотрю, куда я их вообще дену. Но пока я их уберу в сторонку. У меня вот их несколько. Для помад. Потом разные вот эти вот ящички. Тоже для косметики. Я в них хранила и косметику. У меня даже ванна еще один стоит. И вот потом летом я стала скидывать... Вот еще один бальзам нашла. Стала скидывать разную бижутерию, аксессуары, какие-то сережки, часы. В общем, все подряд. Вот таким образом у меня здесь. Это я тоже все разберу. Освобожу, может быть, вот эти ящики. У меня их три, кстати. Вот. Раз, два. Три. То есть у меня везде что-то лежит. Мне надо разобрать. И, скорее всего, я их поставлю куда-нибудь... Ах! Куда-нибудь в гардеробную к себе. Поэтому это уйдет у меня в гардеробную. Там у меня место вроде как есть для них. И остались у меня помады. Как вы видите, сейчас косметики у меня не очень много. Потому что она все-таки давно не покупала. И, если честно, она надоела уже. Но хочется... Оставила себе то, чем я пользуюсь постоянно. Но хочется заменить... Знаете, что хочется заменить себе помады. Потому что уже много цветов неактуальных. Многие уже старые помады. Поэтому сейчас буду разбираться с помадами. Итак, девочки, давайте посмотрим сначала карандаши. Что за карандаши? Вроде бы я ими всеми пользуюсь. Кроме... Так, что там падает? Какие-то маленькие. Ну, в принципе, это помада-карандаш. А карандашами я пользуюсь. Вот этими всеми, да, причем. Поэтому, ну, может быть, кроме зеленого. Но на всякий случай пускай тоже будет. Карандаши я оставляю. Я их тоже перебирала как-то не сильно давно. И помады. Так, корректор оставляю тоже. И хайлайтер вот такой для бровей тоже оставляю. Классный хайлайтер. И так, помады, помады. Цвет вот такой ядреный. Не пользуюсь. Вообще не пользуюсь. Когда-то они были классные. Но сейчас уже нет. Не актуально такое. Поэтому сюда убираю то, что не пользуюсь чем. Еще один тоже наподобие цвет. Вот такой темно-какой-то винный. Тоже не пользуюсь. Далее моя любимая сейчас Maybelline. Светленькая такая, знаете, на каждый день. И оставляю вот этим тинтом. Или что это такое. Не пользуюсь. Вот такой блеск для губ. Golden Rose. Ну, я его оставлю, потому что цвет красивый. Хотя не часто пользуюсь. Такая яркая помада. Тоже оставлю ее. Далее. Очень такая темно-какая-то коричневая, что ли. Бордовая или какая-то. Даже не помню уже, что за цвет. Я ее не пользуюсь. Поэтому убираю. MAC красная, конечно, классика остается. Вот такая какая-то покусанная. Мне ее то ли Yolanda кусает, то ли что. Я ее уберу, потому что она абсолютно нестойкая. Мне не нравится стойкость. Так. Адер, корректор, консилер оставляю соответственно. Еще одна светлая, закончившаяся, к сожалению, помада тоже уходит. Для бровей остается гель. Так. Golden Rose вот такие нюдовые. Я оставляю. У меня, кстати, еще где-то в сумках лежат несколько помад. Тоже потом найду их. Нюдовые тоже, по-моему. Вот такая нюдовая тоже от Vivienne Sable. Вот. Мимо показала. От Vivienne Sable нюдовая. Стойкая. Она мне не нравится по качеству на губах. Цвет классный, но я ее не пользуюсь. И от Maybelline тоже вот такая супер-супер темная. Тоже не пользуюсь. Матовая. Далее. Покупала какой-то, я не знаю, то ли хайлайтер, то ли что. В общем, какой-то сиреневый юникорн здесь нарисован. Если, в общем, красить поверх помады, он дает такой серебристый, вот такой жемчужный какой-то отлив. Переливающийся. Я не пользуюсь им. Нет. Хотя, знаете, может быть для какого-то видео какой-нибудь макияж. Нет, я оставлю, потому что это такая странная вещица. И просто так ее опять не пойдешь покупать. Красная помада матовая. Оставляю. Яркая тоже летняя помада. Оставляю. Далее. Это почему-то у меня выгнулось вообще каким-то странным образом. Оставляю. Такая более-менее на каждый день. Ах. Она мне чуть-чуть испачкала, ковер. Она вообще сломанная. Поэтому она просто уходит куда-то. Так, я теперь тоже вся перепачкана. Ковер мне надо будет сейчас почистить, потому что он меня испачкал. Еще одна сливовая помада. Тоже я ее убираю, я ее не пользуюсь. Так, это все. Уходит. Вот эти помадки от Сифора матовые. Я ими пользуюсь время от времени. Хотя вот этим цветом нет. Но все равно, пускай они у меня останутся. Они мне нравятся. Яркая. Вот этот цвет более-менее такой носибельный. Поэтому останется. матовая мебель, стойкая мебель, стойкая. Она мне не нравится сейчас. Давно не пользуюсь. Видите, она у меня аж отделилась чуть-чуть. Поэтому тоже убираю. Поэтому тоже убираю. Это помада ядреная. Я не знаю, откуда она у меня. Тоже, конечно, убираю ее. Аклориаль закончилась стойкая. Вот этот цвет Катрис тоже летний. Мне очень нравится. Подкупальник под один у меня. Тоже оставляю. И здесь дальше Сифора помада. Остается тоже такой летний вариант. Далее одна коричневая помада. Такая более-менее нюдовая. Но она коричневая. Больше в коричневый. Остается вот эта помада. Тоже летняя. Но цвет очень такой какой-то барбишный. И мне не нравится запах у нее. И тоже убираю. Ой, я про эту вообще, если честно, забыла помаду. Make Up For Ever. Я ее оставляю. Тоже какая-то поломанная, покуская. Я вот, если честно, не знаю, кто их кусает у меня. Скорее всего, Йоланда. Убираю. Тоже светлая какая-то такая, знаете, на каждый день остается. Хоть ее и чуть-чуть. Вот эта помада жидкая от NYX мне не особо нравится. Поэтому убираю. Матовые вот эти от Golden Rose остаются у меня. И Inglot тоже остается. Там ее осталось чуть-чуть совсем. Но я ее добью. Она мне нравится. Блеск от ELF остается тоже. И матовая помада от Essence. Она мне не нравится на губах. То есть она немного подсушивает все-таки губы. Если, знаете, если ее долго носить, тоже убираю. И вот эта матовая помада от Maybelline. Мне цвет кажется каким-то очень синим. Таким, как мертвецким. Поэтому тоже я ее убираю. Я ее не пользуюсь. Так, девочки, я вам уже, как показала, оставляю вот эти палетки. Кисточки чистые у меня здесь лежат. Кисточки вот эти я потом как-нибудь разберу. Но хотя, мне кажется, я ими пользуюсь всеми. Но да, надо будет посмотреть потом. Потому что оно грязное. Я не хочу сейчас с этим возиться, их мыть. А то, что я оставляю. Вот это вот все. То, что я вам показала. И вот эту часть помад. От половины помад практически, да. От половины я избавляюсь. И здесь вот туши. Какие-то там палеточка, да. И вот эти вот контейнеры. Как их называть? Органайзеры для косметики. Для бижутерии я приведу в порядок. Разберу тоже. И потом посмотрю, куда я это все поставлю. Сейчас буду раскладывать все по местам. И потом уже покажу вам мою организацию косметики. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до новых встреч.